Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ушакова Ольга. Несколько лет назад я перенесла онкологическое заболевание, после чего начала заниматься пауэрлифтингом и стала чемпионкой по этому виду спорта. После всего случившегося, я понимаю, что жизнь моя стала лучше. И мы продолжаем цикл наших передач с историями людей, у которых тоже случилось это заболевание, и их жизнь стала лучше. Сегодня у нас в гостях замечательная женщина, прекрасная, красивая, замечательный человек Эльвира Алексеева. Эльвира в 2006 году узнала о своем диагнозе. Онкология тоже у нее была. И, Эля, расскажи, пожалуйста, как это было, как это произошло, как ты узнала о своем диагнозе? Оля, ну все произошло крайне банально, очень все. Непредсказуемо, конечно, в нашей жизни. Я заболела, простыла. И, собственно говоря, хотела пойти к терапевту. Благо в моей жизни есть такая подруга, была и есть. Я ей очень благодарна. И, наверное, она забила тревогу, забеспокоилась, потому что симптомы, о которых ей рассказывали, навели ее на мысль, что меня нужно вести не к терапевту, а все-таки к онкологу. Была настороженность. Да, была у нее уже настороженность. У нее была подобная история там с мамой. И она меня отвела к врачу. Доктор был опытный, уже такой, в возрасте. Завидовал на тот момент отделением онкологии Железнодорожной больницы города Владивостока. И придя к нему, он меня осмотрел, расспросил, занялся мной. И вот были первые мысли о том, что, скорее всего, это не просто так. Это злокачественная опухоль. Да, что эта опухоль может быть злокачественной. Но это еще был неподтвержденный диагноз. Неподтвержденный диагноз, но, тем не менее, он настаивал, что я в достаточно молодом возрасте нахожусь, что не нужно так к этому относиться, что не все там мастопатии, с которыми женщины обращаются, не все заканчиваются только мастопатией. По его опыту, то, что он увидел, что он увидел там в анализах, и как он меня осмотрел. Он сказал, что, возможно, я его пациент. Так. И что было дальше? Как развивались события? Ну, события развивались, в принципе, было назначено медикаментозное лечение, да, и исследования были назначены. Более того, я, ну, испугалась, да. Был страх. То есть вот когда сказали, что, возможно, это рак, то что почувствовали? Страх. 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 И такое отрицание, да, ну, как это со мной, почему такого не может быть? Почему именно я? Почему я, да. Зачем это мне? Почему такая ситуация создалась? И на тот момент была возможность поехать в Москву, и я попала в центр на Коширке. Ну, это уже с диагнозом вы сюда приехали, в Москву? Да. Из Владивостока в Москву с диагнозом. Да. Была такая возможность. Я попала в центр на Коширке, и попала тоже к замечательному доктору. Какова? Молодая женщина, профессор Иванова. Попав к ней в руки, я получила не только помощь, как от доктора-онколога, да, на такую психологическую поддержку. И такие заверения, что ничего страшного, такого глобального не произошло. И вообще там не надо думать о том, что всё закончилось, там никто не умер. Это всё лечится. Просто нужно вовремя, нужно всё делать. Да, нужно делать. То есть она подарила надежду и уверенность в том, что надо пойти в лечение? Да, абсолютно ничего страшного. Более того, это была доктор, женщина, да, она сама на тот момент достаточно молодая женщина была. Она мне сказала, что обязательно нужно после каких-то там манипуляций обязательно восстановить красоту, то есть подарить себе эстетическое, да, чтобы было эстетически приятно, потому что молодая женщина, и это важно. Это важно, как ты себя чувствуешь. Не нужно чувствовать себя инвалидом ни в коем случае после таких вещей. Нужно просто вот как-то собраться, всё пройти, и всё будет хорошо. И это дало надежду на то, что, в принципе, надо лечиться, и жизнь может быть нормальной, да? То есть фактически вот... Да, у меня даже никогда и мысли не было, что не надо лечиться. Просто как-то настолько, да, вот как-то всё это было рассеяно, какие-то мысли такие бежали в голове. Но понимание чёткости направления дала вот именно она, да, что вот сейчас вот так, вот так и вот так, а потом мы сделаем красоту, и жизнь начнётся заново. Ну и как вы распланировали своё лечение? Какими были отношения с близкими? Кому сказали? От кого скрыли? Да, близкими я старалась вообще всё это скрыть как-то, ну, не беспокоить никак, потому что я чётко понимала, что я из этого всего выйду. И вот сейчас только вместе со мной лишние переживания будут, да, у моих близких людей. Но там мама это вообще человек, да, который будет настолько переживать, что это просто невероятно, я не хотела её волновать. Мама не знала? Мама не знала. Мама знала, что у меня есть определённые проблемы, я там езжу, ну, как бы лечусь, да, но вот прям вот до конца и всё. Диагноз она? Она не знала, да. А кто знал диагноз? Ну, подруги мои близкие, вот, и то я старалась так, невестка моя, да, вот она знала диагноз и очень меня поддерживала. Это жена брата моего, очень меня поддерживала. Я как-то старалась, вот, потому что я понимала, что я это всё переживу. Зачем это моим близким? Это слишком. Ну, то есть вам было достаточно того, чтобы знали подруги, всё равно поддержка была, есть доктор, которому можно доверять. Хорошо. А вот как, что из себя представляло лечение? Ну, химиотерапия, в принципе, это медикаментозная, да, там, таблетками, где-то капельницами, но, в общем, состояние было физически неприятное, но какого-то осознания такого, что что-то происходит жуткостное, нет. Это как ты в больнице лежишь, просто лечишься от чего-то, да, там, не очень так к этому относишься. Ну, операция была сначала химия, да, потом операция. Вот, а, наверное, какое-то понимание того, что со мной что-то происходит не то, произошло, опять же, на банальном человеческом случае, как и все девочки, всё равно мы заботимся о своей внешности, да, думаешь? Конечно, конечно. Вдруг в один прекрасный момент я мою голову, волосы потекли просто рекой. Вот тогда пришло сознание, что я больна, со мной что-то не то, это страшно, это ужас какой-то, это всё серьёзно, это не так, как я к этому отношусь. Как выходили из положения? Ну, наверное, какая-то была паника, но, опять же, очень хороший доктор, которая просто взяла меня за руку. Он сказал, пойдём, я тебе покажу людей, которые стойко борются, да, которые вот пример того, как, в принципе, нужно относиться к этой болезни. Да, болезнь, да, вы лечитесь. Приди, посмотри. Мы с ней идём, она приводит меня просто в детское онкологическое отделение. Это здесь в Москве на фашверке. Да, я вижу этих детей, которые больны, и мне становится как-то, вот, я не знаю, даже, наверное, в какой-то момент даже стыдно. Я взрослая, у меня есть ребёнок, у меня есть всё, да, мне объяснили, что моё заболевание, оно есть, но я в такой стадии, что это всё излечимо. А вот здесь дети, просто дети, которые ещё ничего не видели, у которых, ну, стадии заболеваний не такие, как у меня, а очень серьёзные вещи происходят с ними. И они даже понимают, что с ними серьёзно. Они понимают, да, но они радуются жизни, прыгают, играют, общение с ними доставляют удовольствие. Вот я ни разу не видела, ну, когда, наверное, им только больно очень, а вот так это дети, которые веселятся, радуются жизни. И я поняла, наверное, что это просто то, что у меня происходит, это прям цветочки. То есть это было переломным моментом твоим? Переломным моментом, да. И ты уже для себя решила, что это не страшно на самом деле, что всё преодолимо? Нет, не страшно, всё преодолимо, и всё сделается. Ну, наверное, когда уже была сделана пластика, вот там наступило полное успокоение. Всё вернулось, красота вернулась, я на месте, всё хорошо. Такая там бывает даже лучше. И даже лучше. Да. Так, и сколько же заняло во временном промежутке с момента, как ты узнала, что у тебя диагноз рак, и когда ты уже сказала себе, я вот... Где-то, наверное, года три. Года три. То есть это были и химия, и операция, и вот прийти к тому, чтобы скорректировать. Да. Коррекции, наверное, были, да? И коррекция, да. А сколько было? Коррекция одна была, но это всё было как-то вот... Хорошо, что быстро, хорошо, что меня действительно убедила доктор, что не надо затягивать, не надо чего-то ждать. Ты живёшь сейчас. Вот для меня даже по ощущениям, что всё равно немножечко это растянуто во времени, потому что я через 8 месяцев уже пошла на коррекцию после операции. То есть даже мой доктор, он говорит, что есть такое понятие, как ментальное выздоровление, да, выздоровление в душе. Для женщин очень важно выглядеть красиво эстетически, да, то есть вот что, всё на месте. Ну, хорошо, а как ты начала возвращаться к жизни, да, то есть вот-вот мы вылечились, мы вот всё, теперь мы красивы, хороши собой, а дальше? Ну, какая-то, наверное, была жажда жизни, хотелось всего там, какого-то, не знаю, там, общения такого, веселья какого-то, хотелось чего-то ещё там интересное сделать. Ну, и опять же, пришла, наверное, вот к красоте, да, захотелось красоты, и поэтому возникла идея салона красоты. Как это было? Ну, вот одна бы я её точно не потянула. Опять же, благодаря тому, что у меня есть замечательная, чудесная подруга, которая, ну, просто в руку помощи. Хорошо, я тебе помогу, я с тобой возьму ответственность, я с тобой разделю, мы с тобой это сделаем, и всё будет хорошо. То есть она поучаствовала финансово? И финансово она поучаствовала, и, конечно, и в помощи, и в деловой помощи, и в организационной. А работал кто? Ты работала? Работала я, да, но мы так распределили с ней сразу обязанности, да, и мне это было интересно, я была занята. Вот такая вот идея возникла, и всё получилось. И уже никто не думал про болезнь, что это случилось, но настороженность всё равно была же. Нет, настороженность была, да. У тебя же две истории было ещё после того, как ты перенесла операцию. Ну, не то, чтобы это была настороженность, это как бы вот было такое нормальное отношение какое-то, выработалось к этому, да. У меня есть проблема, нельзя забывать об этом. Поэтому нужно всегда проверяться. Если что-то, какие-то малейшие там подозрения, мало того, что подозрения, да. Есть ещё регулярная проверка, которая обязательно, обязательно раз в полгода обследование совершенно такое серьёзное. Одна ещё история, Оль, про которую ты говоришь, это была история, ну, наверное, тоже такая связанная там с красотой, да, у меня есть тоже моя подруга. Господи, я так благодарна Богу, что у меня столько подруг и таких, которые заботятся обо мне. Я даже радуюсь за вас то, что... Вот. Это тоже моя подруга, косметолог, она меня знает много лет. Естественно, родинку такую крупную на мне, да, она её, ну, видела до этого, она знает, как она выглядит. И когда пошли изменения, ну, в цвете, там, в структуре, она же врач, она, в принципе, мне сказала сразу, с твоим вот жизненным отношением к некоторым вопросам нужно сразу идти к врачу. Я пошла, да, мы сдали на гистологию, оказалось, родинка меланомозависима. Что это значит? Это значит, что в дальнейшем это может быть меланома, ну, и, соответственно, с выводами, да, рак кожи. Ну, соответственно, мне сделали хорошенькую такую, вырезали её так хорошо, 3 на 3 кубиком, зашили аккуратно. А какие чувства были вот в тот момент, когда узнал, что это тоже очень приятно, да, такое чувство, как же так, оно же всё равно, да, вот как-то вот бродит, значит, по человеку, да, что-то, ну, не оставляет. Второй раз уже это происходит, да, уже что-то пережили. И что-то другое, да, вот как-то было очень тревожно, тревожное такое чувство, но, опять же, как-то вот разговаривая с девчонками со своими, да, мне они сказали, что вот видишь, тебя Бог любит. Первое. Ты всё вовремя заметили. Раз всё вовремя, вовремя это заметили. Наоборот, ну, порадуйся, да, вот кто-то там так поздно узнаёт, что уже невозможно что-то сделать. У тебя опять ситуация, когда ты узнаёшь такой момент, что, пожалуйста, делай, и всё будет хорошо. И вторая история была ещё серьёзнее, да, и тоже с операцией. Вторая история, да, была ещё веселее. Значит, это мне было, получается, после операции прошло 12 лет, да. Вот. И в очередной раз я просто пошла на приём к врачу, да, на обследование очередное, как обычно, как я делаю. Плановое обследование, которое мы должны делать после онкологии регулярно. И, в общем, врачи начали что-то бегать, суетиться, собрались, потому что знали, почему у меня имплант, почему у меня нужно смотреть особенно, почему мне нужна 4D-томография, вот в любом случае. Бегали-бегали, значит, всё-таки с печалью в голосе сказали, так, давайте не будем паниковать, но, тем не менее, мы видим новообразование. Удивлению моей не было предела. И, наверное, мне было страшнее, потому что вот это вот... Страшнее, чем в первый раз. Страшнее, чем в первый раз, да. Как так? Ну, не может быть. По второму кругу, ну, так не бывает. Но меня убедили, что... Не то, что убедили, а спокойно стали объяснять, что бывает, у тебя даже лимфоузел не удалён, что такие вещи могут быть. Поэтому давай не будем паниковать. Просто этот вопрос нужно решать. Причём нужно решать прямо сейчас. Эля, а когда вот сделали КТ, увидели, что метастаз нет, вот твои мысли какие, успокоилась или вот всё равно страх так и оставался? Компьютерную томографию уже делаю, да? Ну да, ну как? Как-то, наверное, я подуспокоилась, но как-то непонятно мне было, почему же всё-таки это происходит, что это такое происходит, почему какие-то такие волнения приходят в мою жизнь, да, и что надо делать. И вот прошла операция, ты просыпаешься, решилась на операцию, просыпаешься. А вот замечательный тоже доктор, опять же, благодаря моим подругам. Евгении Яковлевне попасть невозможно, втух Евгения Яковлевна, к ней попасть невозможно, там, не знаю, годами люди... Это уже было во Владивостоке. Да, она онколог, хирург и пластик. Она может совмещать всё это в одном лице. Вот, поэтому как бы к ней попасть тяжело, опять же, благодаря моим подругам. Вот у меня подруга просто вот за руку к ней, пожалуйста, Евгения Яковлевна, возьмите, человек особенный. В чём особенность? Ну, вот так вот у нас было, и вот второй раз, и, значит, ну, хорошо, всё посмотрим. И, в принципе, мы с ней не оговаривали эстетику. То есть вот мне было настолько страшно, что мне было как-то немного всё равно. А страшно было почему? Вот мы немножко общались. Потому что второй раз. Второй раз, и вроде бы жизнь-то там ещё наладилась. То есть я знаю, что у тебя были изменения в жизни лично. Да, я вышла замуж. И это всё было до вот случившейся вот этой второй. И вдруг вот на фоне всего чего-то таких изменений, интересных в жизни, да, жили и дальше. Новая семья там, да, переезд в другой город, который вот-вот сейчас вот всё это. И вдруг вот это всё происходит. Как-то настолько страшно было. Первый раз я всё-таки была в стрессе. Я была после развода, я была в стрессовой ситуации. Может быть, у меня нервная система не так отреагировала. И спровоцировала, может быть, вот эта стрессовая ситуация, это заболевание. То есть это тоже очень важно знать о том, к чему ведут последствия всяких таких неприятных моментов в жизни. Стресс – это первое дело. Особенно у женщин. Мы же гормонально зависимые. Видимо, у нас вот это вот всё возникает очень быстрыми такими темпами. А здесь на фоне, в общем-то, благополучного течения жизни на данный момент вдруг приходит вот такая история. Ну, страшно было вот больше, чем в первый раз. Вот осознание, не хочется. Не хочется терять вот этой радости в жизни, любви. Зачем это, да? Почему? Как такое может быть? Нет, это не со мной. Ну и, в общем, как-то не стоял вопрос об эстетике, а просто стоял вопрос о том, что… Спасти жизнь. Давайте вот всё это уберём, пусть у меня этого не будет. Естественно, когда я проснулась после операции и увидела себя, я подумала, ну, ладно, хорошо, что это я, хорошо, что я есть, в общем-то. Жива. Потому что жива, да. Ну, ничего нет, ну и что? А как было на самом деле? Ну, на самом деле, Евгения Яковлевна, великий специалист, на самом деле, она сразу, когда разрезала на меня, она сразу увидела картину, что это не онкология, ничего, произошёл просто… Разрушение. Разрушение произошло чуть-чуть импланта. Импланта, да. И вот этот кусок, он просто оброс тканью. Вот то, что видели. А невозможно было его просканировать никак. Он же был за имплантом, этот кусок. Вот, получается, вот такую картину увидели. Естественно, она всё это у меня убрала и просто меня собрала заново. Про эстетику она тоже подумала. То есть эстетика была, всё нормально. Да, всё хорошо. И ты проснулась, всё равно красивая женщина. Я проснулась, да, она пришла, мне сказала, что всё хорошо. Я говорю, я даже об этом не думала. Она говорит, ну, зато я подумала, ты красивая молодая женщина. Почему нет? Я тебе всё сделала, всё красиво, всё молодец, всё хорошо. Вот такая вот вторая история. И после второй истории жизнь встали на ноги, жизнь изменилась в лучшую сторону ещё раз, да? То есть переезд в новый город. Да, осознание того, что, да, даже осознание того, что, ну, как бы, вот, ну, действительно, нужно просто вовремя, нужно просто за всем этим смотреть. Потому что, вы знаете, вот это хорошо, что я вот, ну, настолько, да, там, бдительно хожу и диагностирую всё. А если бы что происходило бы дальше, да, если имплант начал разрушаться, и, например, бы год не обращаться, что бы там было дальше, я не знаю, что. А я знаю ещё, история такая, что ты заподозрила у подруги онкологию, и ты первая, кто сказал, что надо идти к онкологу. Она только сказала мне, вот, ну, что она там ощущает, да, в общем-то. Это вот первая мысль, которая у меня была, это беги, делай мемограмму, дальше поэтапно. А что у неё было, как она, вот, почему она пошла к врачу? Ну, собственно, почему она тебе рассказала, да? Ну, как вот подруги между собой мы разговариваем, да, она же знает, что, ну, что у меня было. И она, в принципе, сказала, знаешь, вот, ну, бывает так, вот с этой стороны покалывает, вот с этой побаливает, вот там на период какой-то там, да, женские определённые такие-то симптомы. Я, конечно, сразу просто, просто сразу. Здесь даже разговором быть не может. Конечно. Ты узнал свои ощущения. Вот просто вот эти симптомы, вот тут у меня покалывает, тут побаливает. Пойди к врачу. Да, надо будет сходить. И здесь не надо будет сходить. Здесь просто надо взять и на следующий день пойти. Да, да, всё. Вот эти вот разговоры очень часто сталкиваешься с тем, что девочки вот сами вот себя доводят до ситуации какой-то крайней. Когда уже сложно помочь. Конечно. Год ходят, надо сходить, надо сходить. Почему не идёшь? Ну, вот времени нет, вот те дела, вот те дела. Да нет, нужно просто взять и прямо вот сейчас. Это приоритет номер один. Я сейчас так говорю, да, я, может быть, тоже бы так не сделала. Я бы тоже бы ходила бы там, вот у меня тут колит, вот у меня попалась такая подруга. Я ей благодарна, ну, не знаю, от всей души, всем сердцем. Которая заставила пойти прогреться. Она заставила, она меня взяла, не то, что заставила, она меня взяла за руку и привела к этому доктору. Вот за руку, вот так, как маленькую девочку. Потому что она знала, что если что-то будет по-другому, я протяну ещё и ещё. Потом она меня будет спрашивать, я буду говорить, ой, я времени не нашла там или что-то. Нет, она приехала, взяла за руку, привела сюда, посадила, сказала, сиди перед кабинетом, сейчас мы пойдём. Как хорошо, что есть такие неравнодушные люди. И то, что они близкие, то, что они рядом, то, что всегда можно рассказать, и они не дадут пропасть никому. Ну да. А какие, вот всё это прошло, всё это пережила, море эмоций, наверное, чувств, чего только не было за это время. А какие сейчас планы на жизнь? Ну, жить дальше радостно. Ну, у меня новый этап просто в жизни, да, так получилось. Я живу в другом городе, у меня семья. Сколько же в другом городе? Вот сейчас уже как бы так вот плотно переехала год, год, год вот так вот прям плотно переехала. И уже хочется какой-то деятельности? Хочется, да, уже что-то делать. А что бы ты делала? Ну, я не знаю, всё равно как бы я так вот близко к красоте, да, так получается. Мне нравится, да. В индустрию красоты что-то. В индустрию красоты что-нибудь такое. Ну, подумаю, много всяких разных вещей, всяких разных занятий. Эльвир, а вот понятно, что вот история, она важная, нужная для многих зрителей, которые сами столкнулись с этой проблемой, у которых близкие, может быть, столкнулись с этой проблемой. Что бы ты им пожелала вот сейчас? Какой урок ты вынесла, да, и вот каким бы опытом ты с ними поделилась? Важные вещи. Ну, самая важная вещь, это, слава богу, что у нас медицина шагает далеко вперёд всеми мильными шагами. Сейчас появляется новая аппаратура, сейчас можно всё определить. И вот просто чтобы люди не забывали, что диагностика – это самое первое, наверное, что поможет в этом деле. Как часто надо? Ты как часто проверяешь своё здоровье? Ну, сейчас я проверяю вот именно своё такое здоровье, да, раз в полгода. Раз в полгода. Я прохожу опять обследование, всё смотрю, вот так вот. Ну, девочки, женщины. Раз в три года. Раз в три года, но этого мало. Раз в году обязательно, обязательно надо. Ну, да, я знаю многих, которые просто боятся идти к врачам. А когда они идут уже с проблемами серьёзными, ну, когда с серьёзными болями, то там запущенные... А ещё я знаю, вот, ну, очень много потом разговаривала, да, с девочками, у которых такие проблемы были. У некоторых девушек, женщин, да, не очень такой болевой порог какой-то такой, более-менее заниженный, да. И вот они... Они готовы терпеть. Они готовы терпеть, да, у них где-то там побаливает, ну, так это всё, к этому так относятся спокойно. Ну, кольнула, ну, поболела, ну, ещё что-то. Сегодня времени нет, а завтра не болит. А завтра не болит, и всё прошло. Нет, прям нужно просто к этому относиться трепетно. Тогда всё будет нормально. Ну, то есть мы выводы какие должны сделать с нашими зрителями? То, что в первую очередь должна быть, во-первых, настороженность относительно того, что есть какие-то изменения в организме, если что-то болит, то это надо обязательно отнестись тщательно. И исключить, ну, на 100% исключить онкозаболевание, да? Да. А если уж подтвердили, то приступить срочно к лечению и не отступать, пока не победить. И главное, не бояться. И не бояться, да. Собраться. Вот ты же говорила, что как только ты узнала, вот страх этот узнал первый раз диагноз, страх же отошёл. Твой основной стержень вот во всей этой ситуации, это вот то, что было собрано очень. А я собрано была, потому что, ну, надо что-то сделать, и у меня как-то наоборот, чтобы вот, ну, как-то моих близких, чтобы они не узнали, чтобы, ну, как это так? Да нет, ну, надо что-то сделать. Ну, то есть, получается, у нас первое, это настороженность должна быть к своему здоровью, это частое диагностирование, и нельзя паниковать, да? Ладно, надо отнестись, надо отнестись, подойти к этой проблеме с собранным человеком, здраво оценить ситуацию и двигаться в сторону лечения, в сторону выздоровления, доверять, найти врача, которому можно доверять. Которому можно доверять, самое главное. Ну, и, конечно же, вот у тебя так получилось, что у тебя врач практически оказал тебе психологическую поддержку, и подруги тебя поддерживали, но здесь, конечно, любому человеку требуется, ну, поддержка со стороны психологическая, да, то есть это тоже важно, то есть не надо взорваться в песок, ухаживать. Ну, ни в коем случае не вариться в собственном, там, котле, что-то происходит, нужно рассказывать, всё равно есть близкие люди, кому это, можно рассказать, кому это правда интересно, кому хочется тебя поддержать. И главное дело, вот не думать, что всё закончилось, там, всё, я один такой несчастный на всей земле. Нет, так не происходит. Нет, конечно, страшно, конечно, есть какие-то моменты, там, опустошения какого-то, ну, нужно как-то найти. Ну, что ещё хочется вот тебе сказать нашим зрителям относительно того, как надо себя вести с близкими, да, то есть вот, ну, понятно, что вот мы сейчас перечислили, а вот твоё отношение с близкими, очень многие сталкиваются с проблемой непонимания. Ты находила поддержку вот с подругами. Вот как объяснить вообще близкому человеку, что ты чувствуешь? Надо ли вообще объяснять? Поймут, не поймут? Да, наверное, не надо так вот прям долго объяснять. Наверное, если близкие люди, да, они как-то поймут. Но в то же время нужно и в такие моменты помнить, да, что тоже близкие люди, ну, нельзя так как нагружать прям со всей силы. То есть не надо пользоваться... Не надо пользоваться со всеми прям близкими людьми, да, в этой ситуации. Ну, понятно, что ты болен, что тебе нужна поддержка. Поддержка нужна. Но они же тоже не бесконечны. Они тебе её оказывают. Вот мне подруги оказывали поддержку даже вот просто эмоциональную, физическую. Вот с этим волосом, как вот он потёк, да, одна подруга взяла и привезла. Она сказала, не будем расстраиваться. Есть такие штуки, вот такие волосы прицепные на таких клипсах. Раз, и у тебя снова волосы. Она меня просто привезла, да, и просто мне их пристегнула. И никто... Облегчение не было предела, никто не догадался, и у меня настроение хорошее, и всё. То есть вот эта вот стадия, когда у тебя меняется твой образ, то есть ты теряешь волосы, вот эта стадия, она, можно сказать, тебя миновала, да? Ну, вот она деморализует, да, но вот у меня миновало, потому что вот у меня как-то раз-раз вот так вот всё как-то так. А брови, ресницы, это всё осталось. Да. У меня достаточно вот эта вот стадия, как они говорят, 1-0-1, вот называют, да, когда вот только-только мы начали. Вот в этой стадии можно малыми потерями обойтись, так скажем. Я почему говорю о том, что диагностика? Вот диагностика. И, слава богу, мне попался очень опытный, да, вот первый врач Гриценко. Тоже большой. В принципе, тоже, да, большой плюс, что он сказал, что всё-таки это не мастопатия, там что-то не такое у тебя, ты мой пациент. Я думаю, что ты мой пациент. Давай будем обследоваться дальше. Ну, что ж, хочется верить вот в то, что таких историй, и хочется понимать и знать, что таких историй, вот в ваших, она очень хорошая, она очень положительная. Ну, вот просто стечение, рядом много людей, хочется, чтобы их было как можно больше. Я надеюсь, что мы узнаем такие истории и ещё не раз услышим. Вот. Давайте беречь своё здоровье, давайте искать смысл жизни, цепляться за жизнь, если с нами случилась такая неприятная ситуация. И будем очень внимательны не только к себе, но и к нашим окружающим, близким, знакомым, да, то есть, имея такой опыт, да, мы можем спасти очень многих людей. Как вот спасли Элю, как Эля спасла свою подругу, и так многие, наверное, люди поступают. Не надо бояться говорить об этой программе. Спасибо большое, что были с нами. Я надеюсь, что, и Эля тоже надеется, что мы смогли поделиться своим опытом и быть полезными вам. Да, и девочки, не затягивайте, пожалуйста. Никто, не затягивайте. Спасибо, Эля. Очень познавательная, интересная история, которая, во-первых, и позволит задуматься многим. Вообще, я в восторге. Будем дружить. Будем дружить. Будем думать, что ты умила. Мне кажется, с тобой. Спасибо. Продолжение следует...